С наступающим Великим Постом! С прощенным воскресеньем, которое у нас уже почти что на носу, потому что завтра этот день. И я хочу как раз отчасти этот эфир посвятить этой теме. Но пока вы будете собираться, с вашего позволения, хотел бы еще рассказать о том, что недавно меня очень сильно заинтересовало. А именно тема цифровой гигиены. Оказывается, что уже фактически доказанным и научно обоснованным явлением является, что человек... Сейчас, секунду. Надо это быстренько настроить. Уже доказано, что человек меняет структуру мышления, если он слишком много и слишком часто пользуется электронными средствами. В том числе и вот этими гаджетами. Хотя мне это слово не очень нравится. И телефонами, и компьютером, и так далее. Значит, о чем идет речь? Где-то полтора часа в день, если человек тратит на соцсети, просматривает ленту, листает там, так сказать, все видосики, все эти новостные или, как их там называют, паблики, да, то его мышление со временем переходит в фоновый режим. В этом фоновом режиме, ну, по сути, человек отучается от глубокой такой когнитивной деятельности. Его мышление становится примитивным. Знаете, вот спящий режим есть у телефона того же или у компьютера, когда он просто не работает, он экономит энергию. Вот в том числе наш мозг, он экономит свою энергию. А, кстати, мозг – это одно из самых энергозатратных в нашем организме мест, так сказать. Мозг – это орган, который требует огромное количество калорий. Так вот, наш организм, он так вот устроен, что поменьше трудиться, поменьше сжигать калорий. Думаю, мы по себе, по своему организму часто это можем увидеть, да? Вот. И получается, что когда человек полтора часа в день проводит в соцсетях, таким образом, его мышление приучается к такому, к фоновому режиму, из которого потом выйти очень сложно. Поэтому всем советую, особенно в Великом посту, сократить время, пустого времяпровождения, которое мы тратим на свои соцсети, в том числе и на нас. Вот сегодня эфир будет коротеньким. Так, сын уже неделю просит, чтобы я задал вам вопрос. Почему считается, что Бог – мужчина? Ведь его никто не видел. А никто не может сказать это точно. А вдруг он женщина? Хороший вопрос. Дело в том, что Бога нельзя назвать мужчиной или женщиной. Вообще, в принципе, по умолчанию мы не можем Бога наделять таким свойством. Все образы, которые нам даны через Библию, это именно образы. Это способ говорить Богу с нами на понятном нам языке. Например, неоднократно в Библии Бог называется благоутробным. А что такое утроба? Со славянского языка утроба в буквальном значении переводится как матка. То есть, утробой наши предки называли то место, в котором зарождается жизнь, из которого потом родится новый человек. И когда вдруг в священных писаниях мы встречаем фразу благоутробный Господи, это между прочим элемент в данном случае антропоморфизм, так вот можно сказать, которым мы люди наделяем Бога, чтобы нам было понятно его свойство. Вот, что Господь как мать, да, которая рождает жизнь и эту жизнь лелеет, способна защищать, хранить и беречь. Вот мы Бога, в том числе и женскими вот такими качественными характеристиками наделяем. Может быть, вы об этом не задумывались, но есть как мужские, да, вот, образы, там, но есть еще и образы, вполне применимые к женскому полу. Но на самом деле, Бог не мужчина и не женщина. Он вообще не делится по этому признаку, понимаете? Это мы наделили Бога, ведь в древней книге наши, да, в древней цивилизации, в которой зарождалась Ветхий Завет, Новый Завет, она же была цивилизацией глубоко патриархальная, поэтому применялся образ мужчины, да, да, Христос воплотился как мужчина, это неоспоримый факт, но сам же и Господь Иисус Христос и его ученики апостолы сказали, это в Новом Завете, для, ну вот, цитата, во Христе нет ни женщины, ни мужчины, ни раба, ни свободного, ни грека, ни эллина, ни иудея, то есть для Бога нет вообще никакой разницы, ты мужчина или ты женщина, ты грек или ты там еврей или там американец, ты раб или ты свободный, ну в общем-то эта фраза из Нового Завета, она об этом Богу совершенно не важно каков человек по признаку, по национальности, по возрасту, по роду своих там занятий, вот, потому что в человеке самая главная душа. Вот скажите, у нас душа мужская или женская? А я вам отвечу, поскольку после того, вот, в Евангелии мы читаем, в Царстве Божьем уже не женятся и не выходят замуж. Так вот, получается, что душа, она потом, теряет вот эти, вот сейчас в этой жизни мы делимся, да, по признаку мужчина, женщина, а в Царстве Божьем мы уже не будем по нему делиться, потому что уже и не будет, в Царстве Божьем уже не будут жениться, не замуж выходить, понимаете? потому что душа сама по себе, она бесполая, так сказать. Задавала уже, ну вопрос очень хороший, интересный, такой, нестандартный, мальчик ваш мыслит, нестандартного, молодец. в общем-то, это я пространно отвечал вам, ну и в том числе всем слушателям моему, можете просто сказать, что Библия, она дает нам образы, которые понятны нам, как людям, да, и поэтому часто применяются вот эти антропоморфизмы, ну и например, Господи, преклони ухо Твое и услышь имя, значит, что Бог ухо свое должен преклонить, да, разве у него есть ухо, чтобы он его преклонял, понимаете? Это тоже вот пример антропоморфизма в Библии, Бог есть дух, мы это знаем, однако встречаем такие вот фразы, преклони ухо Твое и услышь имя, и так далее, тоже хороший пример, уже задобывал вопрос, можно ли подавать записки в храме за умершего брата, который в детстве не был крещен, но был погружен в святую воду бабушкой. Крещения, совершенные без священника, ну в силу понятных причин, да, там советские времена и так далее, которые совершались на дому у бабушек, считаются действительными. Если бабушка крестила во имя Отца и Сына и Святаго Духа, если она эту фразу произнесла, значит, ваш брат считается крещеным, даже несмотря на то, что это делал не священник. Это исключительные случаи, которые позволяют человеку покрестить того или иного. Например, мать может покрестить в роддоме, если ребенок родился слишком слабый. я знаю одну матушку, которая покрестила собственного сына. Он слишком слабеньким родился. Но сейчас он, слава Богу, священник, ее сын, я имею в виду. А вот крестила собственную мать. Так что, вполне это нормально считать, что ваш брат крещен, Надежда. Можно ли периодически окроплять свою квартиру святой водой? Как это правильно сделать? Ну, обычно, конечно, можно и нужно. Мы для того ее и освящаем. Во время освящения святой воды там так и произносится. Господи, не спасли благодать Духа Святого на воду сию. Да люди, принимающие ее, кропящие дома свои, получают благодать. То есть, об этом даже в молитве собственно, и мы произносим. Что касается, как это делать во время того, как вы вот взяли там, например, чашу с водой и пошли по периметру квартир. Вы можете читать отче наш или 90 псалом. И все. При этом кропить. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем с дочкой. 9 лет. Как собачки, которых вы спасли. Ну, мы раздали их. Не все. Одно мой папа, он работает на Столинском ГОКе. Это такое большое предприятие в Старом Осколе. И у них там есть ну так вот небольшая такая стайка охранных собачек, которые охраняют ну, как вам сказать, не то, чтобы они охраняют. В общем, все мужики, которые на смену уйдут, они тормозок это у нас называется. Часть той еды, которую с собой принесли, они эти собачки подкармливают. Ну, а те там бегают возле предприятия. Это за городом, там их не отлавливают, там им ничто не угрожает. Такое небольшое собачье царство. В общем, и главное, что наши мужички, работяги наши, которых я очень люблю, уважаю, в том числе мой папа, они их подкармливают. Я его папу иногда спрашиваю, как там? Он говорит, все нормально, бегают. Вот. Вижу иногда, подбегают, узнают именно вот его. А вот нашу собаку на той неделе отравили, ну, нашего пса. Он ошейник в очередной раз откусил себе, где-то побегал, побегал, потом прибегает, я слышу, он как-то странно себя ведет, лает. Выхожу, а у него судороги и пена. Вот. Ну, я поехал в аптеку, купил копеечное лекарство, 17 рублей стоит, кажется. 10 ампул, придиноксон, передиксон как-то. В общем, витамин B6. Не бойтесь, если вдруг, не дай бог, увидите, что собаку отравили, у вас есть часов 5, чтобы ее спасти. Да, и как можно быстрее нужно поехать купить вот это B6, витамин B6. Там, кстати, передозировка не страшна вообще. Но эта передозировка очень... Ой, этот витамин это очень хороший антидот к отравам, которые вот раскидывают дух кантера на улицах. Короче говоря, купил, сделал ей три укола. Да. И слава богу, жива-здорова. Правда, сейчас не гавкает, но если загавкает, это... Я почему ее она называю? Хотя он пес, кобель. Но не знаю, почему тут постоянно его как собака называют. Не обращайте внимания, сам не пойму, в чем. Можно ли обращаться к Богу в критические дни? Конечно, можно. Вообще, не надо думать, что эти дни каким-то образом вас отталкивают или ограничивают от Бога. Более того, я объясню. У нас, конечно, старые правила запрещали женщинам приходить в критические дни в храме. Ну, это все знают, небезызвестный факт. Так вот, я что хочу сказать. Это правило исходило из какой логики? В христианских храмах не проливается никакой крови. Если в Ветхом Завете приносились жертвоприношения, лилась кровь. Если во всех религиях совершается жертвоприношение, там, посмотрите, в исламе, там, на Курбан-Байрам, да, там режут. То есть, во всех религиях так или иначе льется чья-то кровь. Иногда это жертвенные животные, в редких случаях это кровь самого грешника, там, за какие-то тяжелые грехи. Мы, христиане, искуплены кровью Иисуса Христа. Умер на кресте за грехи наши. И этой жертвой мы очищаем, и этой жертвой с нас наши грехи, так сказать, смываются, омываются. Именно поэтому есть каноническое правило, согласно которому в храмах христиан не должно быть никакой крови. Собственно, логика тут линейная. Потому, женщина издревле предписывалась оставаться дома, вот, чтобы это правило не нарушить. Однако, мы с вами живем, слава Богу, в какое время, когда все эти моменты спокойно можно нивелировать с помощью средств гигиены. Поэтому, если наступили такие дни, спокойно можете идти в храм, ничего не боясь. Единственное, что причащаться в эти дни не благословляется. Да вы и сами прекрасно должны понимать, что в такие дни у женщин не всегда сохраняется вот это настроение. Мне зачастую сами женщины говорят, батюшка, да я, даже если можно было бы причащаться в критические дни, я бы не пошла, потому, что у меня нет мира. Я вся раздраженная, мне не хочется в этот момент идти из себя выдавливать, потому, что нет состояния правильного, настроения правильного, которое должно быть. И вот в этом я еще даже соглашусь абсолютно точная и честная позиция. Сейчас я звук отключу, а то он и мне, и вам не уместен. Почему люди лишаются рассудка? Причин очень много бывает. Я не совсем понимаю глубину или как сказать обстоятельства вашего вопроса почему лишаются. Как себя ведут в очереди перед причастием? Хороший вопрос. Знаете, хотя сначала показался каким-то немножко непонятным, а вот я сейчас понял, о чем речь. Знаете, вот от себя скажу. Иногда я вижу, как люди стоят ко причастию. Я стою с чашей, и я невольно так или иначе наблюдаю. И я бы разделил людей на две категории. Я взрослых именно сейчас говорю. На тех, которые стоят с сердцем сокрушенным и смиренным, то есть с покаянием, с настроением. Видно, что человек ощущает вот это благоговение, что сейчас он будет принимать великую святыню, что сейчас милостивый Господь принимает его, этого человека, допускает его. А есть вторая категория людей, которые стоят и глазами бегают по храму, по батюшке, скользят весьма часто, друг на друга смотрят. Видно, что там незрелое, неверное состояние души. Поэтому как стоять в очереди? Стойте, смотрите, что называется, перед собой в пол, руки крестом на груди вот так обычно складывают, и человек стоит вот так молится, Господи, милости, будем негрешным, подобие причаститься. Так и стойте. Ну и, конечно, чтобы никому не мешали, очень важно. Да, можно на молебен любому святому писать, конечно. У вас есть любимый автор из художественной литературы? Хорошо, что ваш собакин остался жив, спасибо. Ну, любимый из русской классики Толстой из зарубежной это, пожалуй, Ремарк пока что на первом месте. Я им, по-моему, всем подписчикам уже голову забил. Ну, просто меня... Знаете, недавно со своей учительницей по литературе и русскому языку встречался. Ну, как с своей? У нас две было, но та, которая чаще всего вела, она была уже пенсионеркой в то время. Сейчас она приставилась в том году Валентина Михайловна Царство Небесное. А еще у нас зачастую вела уроки помоложе, гораздо моложе до Оксаны Викторовны, насколько я помню. И вот мы с ней недавно встречились так, ну, и сошлись во мнении. Я ей говорю, слушайте, вы знаете, я только после 30 перечитал, наверное, все, что предлагается в нашей учебной программе. и Достоевского, и Толстого, в частности, и Пушкина. И мне кажется, вообще, этих акторов нужно заново перечитывать. И это делать, может быть, несколько раз в жизни. потому что каждый возраст открывает по-разному. Потому это гении литературы, потому что они могут человеку открывать свою глубину в любом возрасте. Когда ты в школе читаешь «Капитанскую дочку» или «Братик Карамазовый» или «Преступление и наказание» это одно. А когда ты уже в 25-30 лет перечитываешь, это уже вообще другое. и так далее. Ну, так бы я ответил. Какие молитвы нужно читать, готовясь к родам? Ну, я бы посоветовал причаститься обязательно. Ну, и Акафис, Божьей Матерь, помощница в родах обязательно. Юля уехала в роддом. Помоги Господи, давайте помолимся. Господи, благослови, чтобы она хорошо родила, безболезненно, здоровая чада. Сын 8 лет спрашивает, чтобы встретиться с Богом, нужно умереть. Я сказал, что нет, просто молиться и жить по западу Божию. Как еще ему объяснить? Вот, вы знаете, дети склонны мыслить образами, правда же? Им нужны образы. Им абстракция или умозрительные какие-то теории им сложны. Поэтому ваш ребенок, ну, как и любой ребенок, он мыслит вот пока что таким образом, что Бог с белой бородой на небесах, на облаках, конечно, это, ну, примитивное восприятие, надо честно об этом сказать. И вы ему просто скажите, что Бог есть дух. То, что мы его изображаем иногда вот в образе, там, где-то на картинках, в образе такого доброго старика с бородой белой, но это не так. И что он на небесах гуляет. Вообще, когда мы говорим царство небесное, это же тоже образ. Надо же это понимать. А как еще древнему человеку было объяснить ту высоту, ту недосягаемость, которая отстоит от нас и находится в другом измерении, в духовном? Ну, только вот образом неба, образом... Необходимо было предложить человеку древности такой образ, который был бы понятен, как некая высота, как некая чистота, как некое царство небес. Но фактически мы же знаем, что на облаках нет таких городов, как в ирландской песне старинной. Поэтому нужно объяснить своему ребеночку, что Бог есть дух и Бога уже здесь можно встретить. Вот смотри, вот лицо святого Серафима он улыбается, а вот старцы. Поищите ему в интернете, в том числе, вы найдите, прям загуглите, как сейчас принято говорить, улыбающиеся монахи. Вы может быть сейчас не поверите, но через доброе лицо святого человека, монаха или праведника можно увидеть, что вот с ним Бог. Вот смотри, какое лицо у него, потому что у него Бог. Он встретился с Богом, хотя он жив. У меня есть человек, он сейчас игумен, в моей жизни такой добрый знакомый, когда он встретился с Богом в 90-е годы. Он приехал пофотографировать монастырь просто, что называется, пофотографировать и с таким настроением посмотреть, что там за динозавры недовымершие в этих монастырях, вообще, кто эти православные монахи. И вот он пришел в храм, встал на службе со своим фотоаппаратом, пока он стоял, с ним произошла вот эта встреча с Богом. Он говорит, я стоял, плакал и сам себе просто сказал, Бог есть. Сейчас он сам монах, сейчас он игумен, абсолютно светлый человек. Вот что значит встреча с Богом, когда ты вдруг прикасаешься к этому ощутимому его присутствию, ты чувствуешь, что вот сейчас Бог был рядом. Это ни с чем не сравнимое чувство. И вот от этой встречи вся твоя жизнь может измениться. И вот это доказательство того, что он появился в твоей жизни Бога. Но возможно вашему восьмилетнему сыну рано это все говорить, это слишком абстрактно для него. Я отвечал на вопрос, как готовиться к причастию беременным. Если вы про пост, я все-таки вот у меня матушка шесть раз была беременная и мы особых послаблений ни в пост, ни перед причастием не дозволяли, если только нет прямых медицинских указаний. Так что как все, готовьтесь, все. Абсолютно согласна про литературу. Мне 42 наконец-то поняла Гоголя. Ну вот видите. А если вы еще узнаете, что большинство своих произведений он написал в Риме, в Италии, когда я этот факт узнал, меня это немножко даже так как-то покоробило, даже скажу. «Вечера на хуторе близ Диканьки» написано в его период проживания в Риме. Он, по-моему, около 10 лет там жил. Это я сейчас к чему? К тому, что многие наши гениальные авторы писали с любовью о России, находясь вне России. Вот такой странный момент. Бунин, пожалуйста, тоже Францию любил. Иван Бунин. Ну, толстой только наш, так сказать, патреон до конца. Вот некоторые из наших писателей, и тот же Чехов, кстати, Антон Павлович, весьма часто писал произведения, находясь вдалеке от родины, в Японии в том числе. Вот это в 19 веке, да? Так что, да, они очень разные. В разный, так правильнее сказать, в каждый возраст они разные, эти произведения. Родить безболезненно нереально. Вы знаете, когда я сказал, помоги Господи безболезненно родить, я процитировал собственную молитву, когда моя матушка родила второго, моя супруга, родила второго ребенка. Это было так. Я учился в университете в Белгороде на заочном отделении, и нам поставили срок, мы рождать должны были 10, 10, 10, то есть 10 октября 2010 года. Такая вот интересная цифра была. А тут уже было 19 число, уже 9 дней перенашиваем, ну и вот я помню, зашел в храм после лекции к мощам святого Иосафа Белгородского, великого святого, я там полгода служил диаконом в этом храме когда-то, ну и я помолился, Господи, свидетелю Иосафе, помогите нам уже родить безболезненно, чтобы родила быстро, чтобы, ну вот, ну поняли, да, как бы основную мысль. Вот, приложился, выхожу из храма и вот уже в притворе перед дверьми мне смс-ка от матушки, у меня схватка началась. Так вот, что вы думаете, я сел за руль, естественно, я поторопился, там камер тогда еще не было на каждом шагу, достаточно быстро я, конечно, спешил, не буду греха таять, гнал, потому что была договоренность такая, что у меня там будет и халат, и все вот эти принадлежности, чтобы я хотя бы мог молитву почитать перед родами. Ну и что вы думаете, полтора часа езды, поднимаюсь я наверх, на четвертый этаж в роддоме, а мне задают вопрос, а вы к кому? Задает вопрос человек, которого я много лет знаю, который знает, что я должен приехать прочитать молитву, ну врач. Я на нее смотрю, говорю, как к кому? Как к кому? К матушке, к кому же? Она улыбается, говорит, или к ребенку. И тут я понимаю, что вот бывает, матушка родила особо вообще, она говорит, как-то прям очень легко, быстро. Вот что значит, как говорится, молитва у мощей, да, у нас такой опыт был. Именно поэтому я повторил ту же молитву и пожелал родить безболезненно, насколько это возможно. Как поступить, если часто снятся усопшие? Вот, чтобы вас это не тревожило, чаще за них молитесь, подавайте 40 усты, в молитвах своих домашних поминайте, и все будет в порядке, поверьте. 40 усты здравия можно заказывать в пост? Можно. Наталья, добрый вечер. можно ли целенаправленно беременеть в пост? Просто проблема с зачатием, сейчас пропила определенный курс таблеток, и как бы благоприятное время выпадает. Вот, скажу так, положитесь на волю Божью и поститесь. А вот не подумайте, что мой ответ такой вот он, ни рыбы, ни мяса, как говорится. Вы поститься, поститесь. Но, если так случится, что, ну, произойдет, так сказать, встреча на Эльбе, что тут поделать. Так, переформулируем. Пост соблюдайте, однозначно. В храм ходите, исповедоваться, причащаться. Если с мужем так случится, что вот, вы, конечно, с мужем договоритесь, что в пост держимся. Ну, уж если случится, то на все воля Божья. Я вот так бы ответил. Потому что, я знаю, семьи, у которых вот в посту были дети зачаты, ну, вот, что поделать. Потом поисповедовались, попросили у Господа прощения. Да. Но на пост все равно настраивайтесь. Положитесь на волю Божью. Положитесь на волю Божью, чтобы Господь, видя ваш труд, ваш пост, вашу преданность, он гораздо быстрее. даст чадо за вашу любовь и за ваш соблюдение поста. апостол Павел вообще как пишет «Братья, на время сходитесь и расходитесь для упражнения в посте и молитве». Прямо будем говорить о супружеских отношениях внутри брака. На время иногда расходитесь по взаимному согласию, кстати, по взаимному согласию. Обговорили с мужем, что так, пост начинается все-таки давай поститься, хотя вот первую неделю там еще там страстную ни-ни вообще вот вы должны это взаимно обговорить. Так что главным критерием взаимное согласие апостол Павел называет, между прочим. Прошу, батюшка, помолиться об Екатерине. Утешение. Покой, Господи. Я сегодня отпевал Екатерину, 26 лет, девочка, даже девушкой назвать. Поворачивается язык, прям почти как ребенок, такая юная-юная. Господи, не приведи Бог. Спасибо за молитвоперацию, дочки прошла хорошо сегодня, сняли швы. Слава Богу, слава Богу, поздравляю. Благодарение Господу. Вас интересно смотреть и слушать. Спасибо, Господи. Добрый вечер, была в церкви родительскую субботу. Огромное количество продуктов приносят люди. Любопытно, куда их деваете? Такой искренний вопрос, немножко наивный. Но нас в храме в основном мы раздаем. У нас большое количество сотрудников храма. Это и свешницы, это и уборщики, это и сотрудники церковной лавки, это и хор. и, ну вот, я помню, что я, например, фрукты детям взял в пакете, да, а все остальное сказал, чтобы продукты забрали сотрудники храма. У нас еще есть такой нищий, у нас есть Иван, его зовут. Ну, как нищий, он мужчина с таким тяжелым прошлым, там мы были несколько раз статьи различные, но вот сейчас он такой вот бедный, одинокий человек, никому не нужно. И он тогда приходит, стоит, подаяние просит. А я ему говорю, вот тебе лопата, Иван, ты сейчас вот люди пройдут, когда? И вот тебе там, ну, денежку ему даю определенную. Давай-ка, вот ты снежок почистишь, надо трудиться. Вот. И вот ему тоже всегда, каждое воскресенье у нас целый пакет продуктов достается. Сейчас, кстати, мы думаем ему вагончик покупать, потому что там, где он сейчас проживает временно, это скоро закончится, там его нужно попросить убраться. Цитата. Да, ну, будем думать, может быть, ему бытовку смастерим, чтобы он где-нибудь неподалеку от храма мог жить. Помогите за Аполлинарию, да, помоги Господи, Аполлинарии, Божья помощь. Завтра нужно просить прощения. Ну, попробуйте, конечно, начать, вот, например, с банков. Я вот каждое прощенное воскресенье звоню в банк, прошу простить мне долг, но эти безбожники до сих пор не простим. Ну, так, немножко юмора. А если серьезно, конечно, нужно. Я думаю, что у каждого из нас есть люди, на которых у нас и обида, и боль какая-то затаенная. Надо в пост войти все-таки очищенными, да, поэтому попросите прощения. Вы и те, кто у вас будут просить, обязательно тоже должны вы простить. что скажете насчет шествия по Немцову, да? Я не политик, и, знаете, чтобы что-то говорить, нужно обладать всей информацией. Но мне, как личность, Борис Немцов был симпатичен. В Нижнем Новгороде, насколько я знаю, я именно говорю сейчас как христианин, я знаю, что он восстановил огромное количество храмов за недолгий срок президентства, между прочим, и никогда этим не хвалился. Для меня вот это, ну, наверное, самая лучшая черта человека. Ну, и потом, многое из его деятельности лично мне, вот, повторюсь, лично мне очень созвучно. И тот факт, что сколько сегодня людей пошло, ну, мне кажется, говорит о том, что у нас в обществе есть запрос на справедливость, на честность. Этот запрос растет. И общество меняется. Это надо признать, это надо увидеть, это надо не то, что вот признать и увидеть, даже понять, принять скорее нам нужно. Я надеюсь на эти поправки в Конституцию, там есть один пункт, например, что государственные служащие не имеют права иметь ни другого гражданства, ни недвижимостью за рубежом. Вот, я просто вот, когда читал, подумал, а действительно, как человек, который трудится на госслужбе России, при этом имеет виллы там в разных странах, семьи там у него живут, там у него дети учатся, там у него и бизнес, там у него все у него там, а деньги качает он здесь. Что это за госслужащий, как он будет любить нашу страну? Только как сыроевой предаток и как способ, ну все, пошла политика, я не хочу никого осуждать. Поэтому мне эта личность, она вот в какой-то степени очень близка, что он был как человек справедливый и очень плодотворный. Вот, что я скажу по поводу шествия Немцова. Ну и вы же знаете, что в спину убивают обычно, стреляют в спину подлецы, а погибают достойные люди. зачастую, ну это такая вот статистика, обычно в спину убивают хороших людей в нашей стране. Не всегда, но зачастую. У меня умер сыночек от рака, недавно год мы боролись, я все время молилась, до последнего не теряла веры, а теперь не могу принять и понять, от ушей кипит все огнем, прости Господи. Инна, не приведи Бог испытывать то, что испытали вы. И в моей жизни были люди, которые переживали нечто подобное. Я все, что могу сказать сейчас, ну постарайтесь просто принять всей душой то, что сейчас ему гораздо лучше, чем то, что он испытал здесь. Когда-то я отпевал брата двоюродного, он был старше меня на 6 лет, но в тот момент, когда он умер, ему было всего лишь там 30 лет. Вот. И я не знал, что говорить Тане. До конца вот я стоял и не понимал, что я ей буду говорить. И в самый последний момент, когда священник заключительную молитву читает, он называется отпуст, эта молитва называется отпуст, там священник говорит такие слова живыми и мертвыми обладая Христос истинный Бог наш, душу от нас приставшегося раба своего, в селениях праведных ученит, ну и так далее. Так вот, я понял, что я ей буду говорить. Я сказал, тетя Тань, теперь им обладает только Господь. Не болезнь, он болел, очень мучительно умирал, нехватка лекарств, нехватка сиделок, вот все это теперь им не обладает, только Христос над ним. Если вы вот эту мысль сейчас примете, постарайтесь ее принять всей душой, как главную реальность для вашего малыша, Христос им сейчас обладает, он у Бога теперь. Поверьте, ваша душа успокоится. А ведь это именно так. Ну и еще одну историю расскажу из-за своей жизни. У нас в храме понамарил некоторое время, ну то есть в алтаре помогал некий Иван Николаевич, человек, выдающийся врач, человек науки, хирург даже, кажется, по образованию. Но как-то в жизни у него все завертелось, нехорошо, в какой-то момент он стал, пристрастился к спиртному, друзья появились, семья распалась, там, что-то такое вот. И в какой-то момент он попадает в ДТП. Ну, как человек науки, все-таки образованный, врач, он мне это рассказывал, я вижу, что я лежу на проезжей части. И люди там вроде как пытаются сделать то ли массаж сердца, то ли реанимацию, какие-то действия. А я пытаюсь ему сказать, да вы вообще неправильно делаете, отойдите, сейчас я покажу. И в этот момент меня осеняет, он говорит, я понимаю, что я-то здесь, а вот то не я, или где я. Он говорит, вот это продолжалось несколько минут, была полная прострация, но при этом ощущение легкости, какой-то неземной легкости удивительной. а потом резко боль заболела, застонала, душа вернулась. Так вот, с этого момента он полностью изменил всю свою жизнь, помирился с супругой, ну, в общем-то, стал другим человеком, то, что называется. И мы его взяли в алтарь, он у нас помогал, каждую службу, он очень любил храм, молитву. А потом Господь его призвал все равно, онкология у него образовалась, обнаружилась. Бог ему дал несколько лет жизни, и он спокойно так, как праведнику умирал. За несколько часов до смерти я пришел в реанимацию причащать, но я ему говорю, Иван Николаевич, вы боитесь умирать? Нет, батюшка. Сидит такой, улыбается, нет, батюшка. Я, говорит, все это видел, я знаю, что там все, все это нас ждет. Все, что я боюсь, чтобы Господь меня принял. Ну, то есть, я боюсь, чтобы Господь меня принял, вот о чем страх мой, чтобы он все мои грехи очистил, чтобы он простил меня за все мои ошибки. Вот все мои страхи. А умирать не боюсь. И последние его слова были, я всех вас люблю. Понимаете, вот эти моменты, они очень сильно нам помогают успокоиться. А еще стих Пушкина прочитайте по поводу смерти ребенка, смерти младенца. Я, конечно, его на память не помню, но там вот эту идею Пушкин хорошо перед богословской и святоотеческую идею, что теперь он ангел Божий, Божий насильник, от слова населить, населил Божье, Божье царство, теперь он там, за вас ангелок молится. Вот что я могу сказать вам по поводу этой трагедии вашей. Укрепи вас, Господи. только не ропщите, не кощунствуйте, до кощунства не доходите. Молитесь, насколько можете, молитесь Богу. Укрепи вас, Господи, Инна. Батюшка, я живая, просто утешение прошу в молитвах. Слава тебе, Господи. Вот у вас сейчас, был трэш. Ничего. Слава Богу за все. Вы мне потом в личное сообщение напишите в WhatsApp, там, я вас на 40-го запишу о здравии на молитву. Как, простите, человека, который нарушил мои границы, грубо, она забила на мои проблемы. Говорит, общаться со мной не будет, пока я прощения попрошу. Попросите прощения, не заморачивайтесь. Знаете, я вам скажу так, Отче наш, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам наши. Это очень важные слова. Бог прощает нам наши грехи настолько, насколько мы готовы простить грехи против нас. И настолько, насколько мы не умеем прощать, и Бог нас, возможно, не простит. Это прямая логика и прямая связь. Так что, вы подумайте. Знаете, против нас вот столько нагрешили, а мы против Бога вот столько. Даже рук тут не хватит, понимаете. И Бог готов простить наши огромные грехи, долги. Если мы хотя бы что-то простить, хотя бы что-то мы научимся сами прощать. Огромное спасибо от души за сегодняшний Кристин, моя внучка Василиса, не могла присутствовать, так как живу в Санкт-Петербурге, но присутствовала в прямом эфире. Поздравляю вас. Сегодня были прекрасные дети пятеро младенцев. И Василис вашу, я помню, такая миниатюрная красавица. Когда волосики постригали, все девчонки обычно так молчат, как-то может закряхтят, а Василиса сегодня прям заплакала. Прямо видно, модница ужас с полугодовалого возраста за свою прическу видимо заволновалась. Можно в пост крестить ребенку? Конечно, можно. Никаких предписаний о том, что нельзя вообще не существует. Так что спокойно настраивайтесь, если хотите и крестите. У кого нужно просить прощения и что отвечать, если тебе говорят не прощу? У кого? У всех, я думаю, смысла нет, но у тех людей, которых возможно вы предполагаете, что кого когда-то могли обидеть или хотя бы просто внимания не уделили. Вот я буду завтра у вас у всех просить прощения за то, никому внимания толком не уделяю. Буду это делать искренне. Надеюсь на ваше прощение, потому что я плохой блогер, что грех просите прощение от души от души. Вот это главное. А у кого сами душа как раз подскажет. А если вам говорят не прощу, ну что ж, ваше дело попросить прощения, а то прощать или нет это дело уже того, к кому вы обратились. нет, службы посещать надо, телевизор не заменит присутствие в храме. Немцов и Ельц на ком вы говорите. Я говорил о Борисе Немцове. Сегодня было его шествие, поскольку сегодня кажется его на день памяти его застрелили. Есть ли новости о матушке Анастасии? Пока сам не знаю. Тут у нас братья мусульмане подтянулись. со мной так же было, я поняла, что это есть. Я после наркоза себя видела со стороны. Ну вот пограничное между жизнью и смертью состояние оно позволяет человеку вот уже знаете, это как бы ты подошел к границе и ты уже вот видишь как бы тот мир, к которому ты приблизился. В школе одна из мамочек свидетель Хрия Гова часто пытается мне читать цитаты из Библии. Скажите, пожалуйста, отличается ли наша от Иегова? Ну, да. Очень многим она отличается и я тут деталей не буду приводить. Вы должны ее пресечь, чтобы она вам ничего больше не цитировала. Почему? Потому что даже дьявол пытался Христу цитаты приводить в пустыне. Помните? Искушал Иисуса Христа, цитаты приводил там. Даже дьявол Библию может цитировать. ну и что? Цитация Библии это не гарантия правильности. 7000 деноминаций сегодня цитируют Библии. 7000 сект в мире и что каждая из них считает, что она права. Понимаете, вот что касается сект всех вот этих яговых адвентистов баптистов не будем весь этот список баптистов конечно это не секта но баптизм я почему сюда включил потому что все они не имеют истории у них нет истории Иисус Христос Господь наш как сказал в Евангелии создам церковь мою и врата ада ее не одолеют будет она стоять во веки веков Иисус Христос создал церковь да церковь Христа это его ученики апостолы это общины христианские которые появились уже когда в первом веке значит Христос в первом веке создал церковь да христианскую и она распространилась за первое столетие уже по всей практически тогдашней вселенной можно так сказать и в Риме и в Галатии это Франция современная и в Карфагении и в Каринфе и в Эфисе во всех огромных очагах цивилизации уже в первом веке было христианство были апостолы были священники а свидетели его появились в 19 веке в Америке у меня вопрос что тогда создал Иисус Христос 2000 лет назад и как можно верить ну вот как вот логически поверить да секта появившаяся вообще на другом континенте на другом полушарии в другом тысячелетии говорит мы христиане мы настоящие вы самозванцы ребят вы взяли Библию у христиан у настоящих христиан вот просто подумайте да вот я сейчас буду приводить такие понятные на понятном языке примеры ну смотрите если у какого-то человека взяли и украли документы ну например свидетельство там о рождении там паспорт свидетельство ну например на дом право собственности и потом к нему приходят и машут ему перед лицом и говорят вот твои документы вот мы их сейчас забрали теперь мы наследники теперь я должен здесь в этой квартире жить или в этом доме вот вы поверите скажите нет вы самозванцы вы появились я всю жизнь здесь жил вот соседи меня знают вот на этой березе я своей девушке там рисовал сердечки вот короче вся жизнь моя и все кто здесь живет все подтвердят что я наследник что я здесь жил всегда что вот так вот понимаете и это будет очень правильно то что свидетели Его забрали у нас у христианской церкви наши документы то есть Новый Завет Ветхий Завет наши книги понимаете вот вы поймите Библия кому была дана Библия давалась апостолами учениками Иисуса Христа своим общинам откройте послание апостола Павла к галатам к римлянам это значит что когда-то был апостол который написал свое послание в христианскую общину Рима Галатии Карфагена Каринфа например ну не Карфагена Карфагена нет такого но вы понимаете мою логику да сейчас то есть это наши документы нашей христианской церкви которая сегодня 2000 лет уже я оговорюсь да русская церковь приняла христианство в 10 веке но от кого от византийской от той самой древней церкви то есть у нас связь то есть к нам просто перешли священники ну церковь распространяться она же не остановилась в первом она распространяется до сих пор на Филиппинах вон недавно епархию открыли и тут появляются люди которые нами нашими документами нам перед лицом машут говорят это мы наследники это мы истинные сыновья и дочери а вы самозванцы вы поняли да так что все эти люди появившиеся вне христианской церкви которую основал Христос 2000 лет назад это самозванцы которые просто забрали себе в руки присвоили себе не свое и все священник которым я всегда исповедуюсь и есть мой духовник как вообще духовными детьми становятся так я бы сказал следующее вы с ним этот вопрос объясните обсудите что он вам на это скажет уровень ваших взаимоотношений я не знаю добрый вечер вас интересно слушать благодарю здравствуйте приятно с вами спасибо скажите пожалуйста что читать после сорока уст по умершему мужу плачу любливо Татьяна вот вы в храме были на службу подошли бы спросили я вам показал даже там акафист какой читать когда будут ответы на вопрос когда у меня будет время честно скажу шестеро детей в доме я им времени очень мало уделяю мне самому перед своими детьми даже еще бывает стыдно просить прощение у всех или выборочно ну у кого считаете что стоит и нужно да как помочь мужу отказаться от вредных привычек сначала хотя бы об этом с ним поговорить и начните об этом с ним говорить теория должна быть в теории проговорите с ним а потом уже будете приближаться к решительным таким действиям ну что дорогой помнишь ты уже два месяца со мной об этом говоришь давай попробуем вот сейчас начинается неделя пробуем да начинаем аккуратно потихонечку заботой с любовью он сам так наверное хочет чтобы ему помогали помоги господи Олегу и Елене завтра замечательный день им примириться привет отец Александр почему тогда церковь Христова распалась на католиков и православных и еще много кого батюшка не совсем верно церковь не распалась дело в том что где-то уже с 6 века давайте первое вот самое главное церковь единая церковь Христа существовала с первого века и первые три века были для нее очень тяжелыми было гонение уничтожение пытки там казни вы все это прекрасно знаете время страшных преследований христиан только в Риме в катакомбах похоронено около миллиона останков мучеников за первые вот эти несколько столетий истории христианства потом в четвертом веке христианство уравняли в правах император Константин это сделал миланские дикты в городе Милан было впервые озвучено это 312 год что христиане такие же как и все им можно молиться им ну короче говоря им все можно но потом когда императоры сами стали принимать христианство конечно они начали поощрять строительство храмов там и так далее и вот что здесь происходит в то время Рим был и оставался очень долгое время одним из самых великих городов и вполне понятно что епископ Рима начал выгодно выделяться на фоне других епископов он имел ну власть имел в том числе и власть такую вполне себе осязаемую и вот это привело со временем к 6 веку к тому что римская церковь наряду с Иерусалимской Антиохийской Сирийской Церковью Египетской Церковью Греческой конечно же там Византийской Римская Церковь начала ну себя немножко нос задирать типа того что у нас апостол Петр здесь вообще был а Петр это же самый верховный апостол ну и так далее и в общем-то это притязание на римскую римское притязание на власть оно отслеживается с 6 века но к 11 веку точка кипения доходит до того что папа римский и папа Гильдебранд звали римского а наш православный был патриарх там Михаил 8 кажется византийский они друг друга короче прокляли с кем не бывает вот но увы что это случилось на самом высоком уровне когда два предстоятеля церкви друг другу написали там все мы вас не знаем да произошла схизма ну с греческого отделения разделение произошло и вот не распад а католическая римская часть вот этой всей церкви право христианской кафолической да есть слово кафоликос кафоликос да так вот католическая римская часть церкви пошла в самоизоляцию но она была богатейшей церковью и ни в чем не нуждалась собственно на это и рассчитывались вероятно в какой-то момент там ординат амплиеров там ну сами понимаете это реальная была власть и со временем уже внутри католической церкви ну начинается деградация там были очень опасные с точки зрения духовной жизни приняты постановления правила каноны например примат папы примат это фронсторимское слово да означает главенство папы что папа римский вообще чуть ли не безгрешен да там но это все начало усугубляться внутри уже католической церкви и выродилось уже в 16 веке в протестантизм от слова протеста да то есть появилась группа верующих которые начали протестовать против власти римских пап и уже внутри католической церкви происходит новое такое вот разложение дальнейшего в 16 веке появляются протестанты там же и баптисты там же и кальвинисты ну очень много течений а вот уже они протестанты породили тысячи вот вот эти тысячи динаминации это уже протестанты понимаете вот и все что нужно знать это очень коротко эфир с 8 здравствуйте батюшка подскажите пожалуйста как просить прощения у тех с кем уже нет связи да можно мысленно и в храме помолиться за них как правильно благословлять кого благословение это просто благое слово можете добрые слова сказать помолиться тоже благословение убивать террористов грех заповедь не убей на древнееврейском в буквальном значении вот если очень буквально переводить переводить примерно как не сотвори преступление убийства вот как-то так я читал комментарий такой и что я хочу сказать этим бывали случаи когда убийство было необходимостью например вот этот человек вот террорист да сейчас о них говорить он убьет тысячи других людей вразумлять его говорить ему что это плохо там вообще никакого смысла нет так что в таком случае это меньшее зло из того большего которое могло бы случиться если говорить прямо террористов не грех нет меня не было псково-печорском настре на празднике успения друзья в принципе на все вопросы вроде как я ответил да я прошу вас прощения но сегодня ограничимся единственным нашим вот этим часом общения потому что мне пора будет идти домой к деткам ну в смысле возвращаться к деткам вот всем вам желаю чтобы прощенное воскресенье оно по-настоящему прошло плодотворным чтобы мы со всеми примирились и чтобы нас тоже все простили но вы меня вижу не совсем отпускаете здравствуйте батюшка мне 11 лет привет хорошо что ты с нами я в посту буду я кстати сейчас наверное завтра сделаю пост о том что в посту эфиры будут идти по сетке ну то есть будет расписание эфиров время и день тогда я думаю это будет более правильно и более плодотворно вот так что я надеюсь что у нас все получится нужно говорить батюшке после исповеди ничего благословили он вас благословил и пошли друзья ну тут все таки появляются новые вопросы вы напишите мне тогда вот по поводу вот этой операции я постараюсь вам ответить в личных сообщениях всем вам доброй ночи ангела-хранителя и с богом господи таким господу Продолжение следует...